Привет, дорогие мои друзья! В этом видео посмотрим на самый маленький DAC. Цифроаналоговый преобразователь, если говорить простым языком, очень маленькая звуковая карта. И даже применим его на практике. Но сначала предлагаю посмотреть на другие, не менее интересные USB-C железки, которые я приобрел для самоделок. Различные разъемы тут присутствуют, male, female, если на русский переводить, русской женский или, как говорят, мама-папа. Как правило, разъем мама находится в смартфоне, а кабель зарядного устройства, который мы в него подключаем, типа папа. Вот и в данном случае также разъем и его ответная часть штекер. Это USB-C, но не все пины задействованы, самые основные только. Контакты по бокам это плюс-минус питание, а по центру данные. А для самоделок-то нам больше ничего и не нужно. Какой-нибудь разъем для подзарядки интегрировать. Вот, пожалуйста, это оно. Конечно же, не все эти USB-C разные, много повторяющихся. 5 штекеров и 5 разъемов под них. Хочу показать вам один интересный момент, связанный с питанием по USB. А вы напишите, что думаете об этом в комментариях. Возьмем нашу недавно распакованную ГАН-зарядку и в USB-C порт ее подключим разъем типа папа. Или правильнее сказать штекер, в данном случае я уж сам путаться начал. Подключаем, измеряем напряжение на выходе и что мы видим? 3,5 вольт. Всегда думал, что минимальное напряжение в USB-разъеме 5 вольт. А тут 3,5. Следующий эксперимент. Берем кабель USB-C с одной стороны, USB обычный с другой и подключаем его в ту же самую зарядку. И вот теперь измеряем, казалось бы, то же самое напряжение, но через другой USB-разъем. И вот тут мы уже видим 5 вольт. Как это можно объяснить? Напишите в комментарии свою версию. Как видим, в штекере и разъеме магии никакой нет. Сколько мы напряжения подаем с одной стороны, ровно столько снимаем с другой. USB-C разъем и штекеры однозначно вещь полезная. Разъем, например, нам даже в сегодняшней самоделке пригодится. И остаются у нас тут два вида USB-триггеров. По две штуки каждого. На триггере распаян чип, который умеет договариваться с зарядным устройством. Например, просить у него не 5 вольт, а 12, или 9, или даже 20 вольт напряжения. Когда триггер просит, зарядник, конечно же, отказать не может и дает требуемые, например, 20 вольт. Отличная штука, а главное, посмотрите, какая она маленькая. Чип USB-триггера имитирует работу быстрой зарядки. Поэтому зарядник и дает требуемые напряжения. Конечно же, триггер не с любой зарядкой будет работать. Нужно, чтобы соответствующий протокол, то есть требуемое напряжение, ей поддерживалось. В данном случае триггер просит у зарядного устройства выдать на выход 20 вольт. Соответственно, на выходе мы 20 вольт получаем. Если присмотреться, на плате триггера есть перемычки. В правом нижнем углу они расположены. Вот различные вариации этих перемычек и будут давать нам различные напряжения на выходе. На зеленой плате вариантов перемычек меньше над чипом. Смотрите внимательно, их всего две. Просто для эксперимента одну смахнем паяльником. Вот видите, совсем без перемычек 15 вольт выдает. Тут я замкнул перемычку, которая ближе к чипу. Теперь у нас 5 вольт на выходе. На красной плате все аналогично, только вариантов с перемычками больше. Я уж все не буду пробовать, вы это и сами в описании у продавца посмотрите. 5, 9, 12, 15 и 20 вольт мы с вами можем получить. Если нужен более плавный диапазон напряжений, 20 вольтовый триггер мы можем использовать, например, в паре с понижающим DC-DC преобразователем. От 1,5 до 19 вольт на выходе преобразователя мы можем получить, вращая переменный резистор. А в этой посылке как раз таки находится самый маленький USB-C DAC. Вот он. И если смотреть издалека, то внешне от USB-C триггера не сильно-то и отличается. Такая же плата с чипом. Увеличив, конечно же, разницу видим. Деталей здесь значительно больше. Сам чип больше. Это LC-5686 от Realtek. Эту маленькую штучку мы можем подключить к компьютеру, к смартфону, к одноплатному компьютеру и определиться он как самостоятельное звуковое устройство. Современные смартфоны лишили разъема Jack 3.5, поэтому если у вас есть такие наушники, вы можете распаять их сюда и подключать к любым смартфонам, компьютерам, куда хотите. Ну а так как это чип относительно свежий, еще и звук улучшите. И стоит он, кстати, совсем недорого. Ссылочку на него под этим видео я вам, конечно же, оставлю. Есть у меня петличный микрофон. XLR-разъем у него с фантомным питанием на 24 вольт, но подключать такой разъем мне, кроме рекордера, особо некуда. Используя чип, который мы с вами только что распаковали, хочу сделать эту петличку более универсальной. Давайте разберем разъем и посмотрим, что внутри. Тут плата микрофонного усилителя, собственно, она и требует питания через XLR. XLR с микрофонным усилителем соберу и уберу куда-нибудь, а кабель от микрофона мы подпаяем к плате цифроаналогового преобразователя. Но использовать будем наоборот. Аналога цифровой преобразователь у нас получится. То есть голос мы будем преобразовывать в цифровой сигнал и отправлять на устройство. Слева контакт M вижу микрофон, а справа контакт G. Минус. Вроде бы все понятно. Ну, очень маленькие контакты тут, конечно же. Главное, кофе побольше выпить, как я, а потом паять. Два контакта по центру. Это левый-правый канал. Если наушники будете подпаивать, то к ним. Микрофон планирую подключать к компьютеру. Там у меня нет микро-USB-C разъема, поэтому вот такой переходничок, как вариант, можно приобрести. Подключаем DAC-переходник, а переходник в USB-разъем. Еще один вариант сделать переходник самому. И обычный USB-разъем папа припаять к USB-C разъему типа мама. Главное, когда паять будете, полярности не перепутать и предварительно прозвонить все мультиметром. Самый простой способ защитить соединение – термоусадочная трубка, а можно напечатать корпус на 3D-принтере. Либо купить плату с разъемом сразу в корпусе, такие тоже есть. Подключил к компьютеру и не заработало. Почему? Вот и я думал, почему, пока у продавца не увидел вот такую фотографию, где два крайних контакта спаяны между собой. Вообще никакой реакции на подключение не было, пока я точно так же эти контакты не спаял между собой. Но как только соединил их, устройство начало определяться моментально и никаких дополнительных драйверов для подключения не требуется. Сюда можно подпаять микрофон, можно подпаять наушники, можно RCA-разъемы и подключать это устройство к усилителю звука. Дополнительно могу подпаять сюда разъем для подключения наушников и подключать их в случае необходимости. В этом смысл есть, ведь чип качественный. Звук при таком подключении будет лучше, чем со встроенной из звуковой карты компьютера. Сейчас у меня к компьютеру подключены беспроводные наушники COS, которые я вам показывал в недавнем видео. Здесь всего два варианта, один канал и два канала 16 бит, 44 тысячи герц. Для записи звука использую рекордер Zoom. Вот он тут отображается и так же видна гарнитура наушников COS. Подключаем чип к компьютеру и в списке устройств вывода появляется еще одно дополнительное устройство. Наушники Realtek USB 2.0 Audio. Тут уже в плане битности и частот воспроизведения, картина согласитесь, поинтереснее выглядит. Если вы подключаете к компьютеру наушники и слушаете там шипения, щелчки, шумы различные, вот просто подпаяйте их к этому чипу и все проблемы уйдут сразу. В плане записи при подключении у меня отвалился рекордер почему-то и вместо него определился чип Realtek USB 2.0. Переключился на петличный микрофон, который мы только что к плате припаяли и записываю звук через него. 1, 2, 3 проверка связи. Как слышно меня? Прием, прием. Вы можете оценить качество. Вероятно, оно не такое хорошее, как с рекордером, но это все-таки недорогой петличный микрофон, а рекордер стоит во много раз дороже, и соответственно с него качество звука будет, конечно же, лучше. Теперь отключил петличку, записываю, как раньше, на рекордер Zoom H5. А это звук с петличного микрофона для оценки качества. И сейчас я опять вернусь к рекордеру. Вернул обратно звук через Zoom H5. В общем, я думаю, если бы я это видео с самого начала записывал через петличный микрофон, вы бы даже разницу не поняли. Конечно, в сравнении ее слышно. Активировал петличку, заметил, что качество звука сильно зависит от ее положения. А также она более чувствительна к эхо. Вот такое у нас с вами сегодня было интересное видео. Посмотрели различные USB-C железки, переделали микрофон с XLR на USB-C, проверили, как он работает. Надеюсь, вам понравилось и было полезно хоть немножечко. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Александр. Добра вам всем. Удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok